Привет народ, это Константинов, и я веду свой репортаж из Амана Генни-Музея. Как вы видите, здесь огромное количество ретро-аркадных автоматов прошлых лет. Это один из последних магазинов в префектуре, который еще от них содержит. И, как видите, все эти автоматы на ходу. Многие из этих автоматов знакомы нам по тем временам, когда в старые добрые 90-е они стояли по кинотеатрам, они стояли в том числе по вокзалам и аэропортам. И все мы во что-то из этого хоть раз доиграли. Но давайте пройдемся немного по этому залу, и я покажу вам, что здесь есть. В первую очередь, конечно же, одно из наследних эпохи 90-х, конца 80-х, это, конечно же, спутеры. И здесь их собрано огромное количество. Например, вот здесь, вот тут же по, так же известной, как Traxton 2. Также здесь мы можем найти замечательные игры в прошлых лет в ходе X-Multipeline. Соответственно, Ландербой, который стал одним из самых главных брендов серии в какое-то время. Замечательный шутер от Кампома вроде Ария 88, 1943. Тоже довольно известная вещь. Ну и, соответственно, здесь у нас тоже можно найти много интересного примера, что про Саламану. Известный у нас как LifeFoto. В общем, я бы сказал, что именно здесь ощущается дух именно тех старых, добрых, старых откат, которые тогда предлагали лучший игровой экспириенс вне дома. Потому что концу веса для игры не очень хорошо тянули, а поиграть во что-то хорошее, увлекательное и похвалиться рекордами с друзьями очень сильно хотел. Ну, пойдемте, еще вам покажу то, что действительно интересно. Помимо шутеров, тут, конечно, представлены игры вроде Моджонга. Вот такие столики Моджонга можно было спокойно идти и идти поиграть. Причем, конечно, в этом Моджонге был довольно спорный интересный контент. 18+, но мы сейчас такого здесь не показываем. Батл Горега. Моя самая любимая арка, добра в всех времен. Замечательный шутер от Кампоми Райзинг, который славен своей садистской сложностью. И он до сих пор безумно популярен для всех игроков шутеры. И даже выпущен в современных конструкциях. Здесь у нас можно найти автоматы Градиус и Хмородиус. Соответственно, главное примечательное, особенность этого места в том, что здесь собраны почти все, можно сказать, Градиусы. Если не сказать, что все. Первый Градиус в 85-м год, Второй Градиус год, в ноябре, в 88-м год. Градиус номер 3, в 89-й год. И Градиус 4, в 99-м год. Ну и, конечно же, как же тут без различных тетрисов, которые тоже выходили на аркады, и которые у нас разрабатывала компания Арика, состоявшая из двух сотрудников Капкома. Так же здесь есть отличные шутеры АТАКи, вроде Ганф, Ронди, тоже прекрасная вещь. Ну, пойдемте еще покажу. Здесь, соответственно, у нас автоматы Нео Гео, которые назывались Нео Гео МВС. В первую очередь, это было связано с тем, что на Арика МВС бежал себе, как правило, несколько встроенных игр, которые можно было в опыте, ну, в виде карты. Ну, как мы видим, у нас три игры, с которых Самый Райс Спирит, Скин, Ватарин, 97-м, Арики Зума Энкаунга и Галакси Файд, например. Ну, пойдемте, по-другому, совершенно благодарю. Здесь у нас представлены старые добрые игры в прошлых лет, но, особенно, что интересно, это автоматы серии Версов, где были нинкендовские инструменты, просто Супер Марио Бразус, которые на автоматах, естественно, выходили. Здесь у нас представлен один из самых золотых типов компаний Туаплан, Пио Тайгер, он же Тайгер Перри, он же Твин Кобра, абсолютно садистская игра. Также здесь у нас существуют довольно редкие виды автоматы, такие как Пупай, например. Пупай – это нинтендовский аркадный автомат, это еще из тех времен, когда нинтендо делал аркадный мир. Ну и с этой стороны мы можем наблюдать с возможным образецом. Аркадон-железа 90-й сам, 7-м, играющая в 4-м, которая в свое время сбежала просто безумное количество полигонов, до 94-го года это было просто чудо. Стритфайтер Тринити, The Third Strike. Когда эта игра вышла, я бы сказал, что ее многие не думали, но со временем она просто Стритфайтер стала один из самых лучших. И поэтому я бы сказал, что Стритфайтер 3, как короткое вино, со временем становится лучше. Ну и естественно, Стритфайтеры, которые представлены, в данном случае здесь у нас Хайпро Стритфайтер, последняя ревизия Стритфайтера 2. Ну и конечно главный экспонат данного зала автомат Хингон, который, кстати, в полностью рабочем состоянии и на который можно даже присесть и поиграть. Ну пойдемте, подойдем к нему, наверное, поближе. Ну и собственно, сам главный экспонат, автомат Супер Хингон, 1987 год. И что самое интересное, он полностью на ходу, он работает, и на него он нахожусь, и насладится этой игрой, что он имел. В нашем детстве могло было редко, где найти такой автомат, но тем не менее, дома на Мегадрайве мы прекрасно в эту игру играли. В общем, вот такое замечательное место. Если захотите его посетить, когда Япония откроется после этого счетов коронавируса и пандемии, обязательно приезжайте сюда. Омана Геймюзио, Мишио, префектура Аичи. С вами был Константинов, спасибо, что смотрели это видео, и увидимся в следующих выпусках. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok